И на этом я передаю слово следующему выступающему. Фонд ведения прав человека, пожалуйста. Модератор, право на свободу ассоциации является одним из наиболее важных прав человека. К сожалению, это право, как и большинство других неотъемлемых прав человека в Таджикистане, нарушается. Создание и полноценное функционирование общественных организаций, основанных на плюрализме политических взглядов в стране, не только невозможно, но и опасно для его учредителей. Зайд Саидов и его инициативная группа сообщили о намерении создать политическую партию «Новый Таджикистан» на центрических позициях. Однако спустя некоторое время Зайд Саидов был обвинен властями Таджикистана в совершении ряда преступлений, а впоследствии осужден на 29 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Общественные политические движения группа 24 признаны Верховным судом Республики Таджикистан экстремистским, ее деятельность запрещена на территории Таджикистана. Основанием для этого послужило, что ее в беседах ее руководитель Умар Али Куватов негативно отзывался о социально-экономическом положении населения Таджикистана, подвергал резкой и жестокой критике политику руководства и правительства Таджикистана. По версии властей страны, якобы в своих выступлениях Куватов открыто призывал население к массовым беспорядкам, к насильственному захвату государственной власти в Таджикистане и осуществлял массовые призывы к организации экстремистской деятельности. Вследствие Умар Али Куватов был застрелен в Турции. Партия Исламского возрождения Таджикистана была признана Верховным судом террористической и экстремистской организацией, ее деятельность была запрещена в Таджикистане в 2015 году. В ходе данного гражданского процесса были нарушены все права партий Исламского возрождения как ассоциации граждан на судебную защиту, на право осуществления правосудия согласно установленным гражданским судебно-процессуальным законодательством, на равенство перед законом и судом, на гласность судебного разбирательства, на состязательность и равенство сторон судей. Судья, рассматривающий эти дела всего лишь в ходе одного рабочего дня, посчитал законченным все требования по подготовке дела к судебному разбирательству, что весьма сомнительно. Представителям партии не было дано возможности ознакомиться с заявлением прокуратуры, возможности подачи возрождений и представления доказательств в свою пользу. Суд проходил без участия представитель партии Исламского возрождения. Право на судебную защиту было нарушено. В ходе судебного процесса над ПИФ не было допрошено ни одного свидетеля, не было назначено и проведено ни одной экспертизы. Процесс проходил без участия представителей ПИФта. Считаем необходимым рекомендовать ОБСЕ разработать действительно действенный механизм воздействия на страны и члены организации для незамедлительного и полного выполнения рекомендуемых мер, направленных для улучшения ситуации с правами человека в пространстве ОБСЕ. Спасибо большое. Спасибо большое.